Мы с вами говорили о трех моментах в нашей жизни с Богом, о том, что Бог желает простить нас. Первое, с чего все начинается, да? Затем Бог желает, чтобы мы познакомились с Ним, узнали, какой Он, все больше и больше. Познавали Бога и следующее, чтобы мы научились ходить с Ним и в Нем. Аминь. Это путь возрастания, путь возрастания христианина. Христианин – это не тот человек, который просто посещает церковные собрания. Христианин – это тот, который следует за Иисусом Христом. Аминь. Следует. И знаете, Бог нас не ведет в проклятие, Бог не ведет нас в проблемы. Он, наоборот, выводит нас, выводит. Он поднимает нас. Он восстанавливает наши достоинства. Когда мы смотрим на современный мир, и тут не надо, там, говорить, вот где-то в какой-то стране, вот в Америке порядок. Мы видим, в целом, мир поражен хаосом и беспорядком. Все творение поражено. Беспорядок во всем – политики, в экономике. Все поражено. Это следствие грехопадения. И знаете, Господь смотрит на все это. И в сердце Бога естественное желание восстановить все. Аминь. Когда мы приходим домой и видим беспорядок, что мы делаем? Мы наводим порядок. Аминь. Это внутри нас. Это Богом заложено. Это не то, что родители тебя воспитали. Больше или меньше. Они уже могут добавить или убавить там что-то. Но в целом, внутри каждого человека заложено стремление к тому, чтобы привести что-то беспорядочное в порядок. И Бог то же самое делает. И Бог хочет, чтобы всякий хаос в нашей жизни прекратился. Чтобы всякий беспорядок прекратился. Чтобы наша жизнь была упорядочена Богом. Аминь. Богом упорядочена. Богом. Чтобы все, всякое повреждение, оно было исправлено. Нормальный хозяин, который живет в своем доме или в квартире. И если что-то поломано, естественно, что он делает? Он исправляет. Аминь. Исправляет. То есть, то, что поломано, оно должно функционировать. Все в нашей жизни должно работать. И точно так же и наша жизнь, наши тела, они тоже иногда подвергаются действию этого беспорядка, действию этой разрушительной силы, греха и всего остального. Но Бог, он может, хочет, желает, огромное желание, в том, чтобы и тела наши привести в порядок, души наши. Там тоже, знаете, страсти, мысли, опережающие, обгоняющие, одна другую. И разные, 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 разные там приходят идеи в нашу голову. И Бог хочет, чтобы и души наши, они были в порядке. Аминь. Они были упорядочены, чтобы в душе был мир, благодать, покой. Аминь. Иисус сказал, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и найдете что? Покой душам вашим. Аминь. Покой душам вашим. И Иисус Христос, которому мы верим. Аминь. Здесь есть кто-то верит, что Он наш Спаситель. Иисус Христос, наш Искупитель. Иисус Христос, который есть Альфа и Омега, начало и конец всей нашей жизни. И в вечности вместе с Ним мы верим в то, что верующие в Иисуса Христа, они не умирают, а переходят из смерти в жизнь. Аминь. Это только переход. Только переход. Наши тела, они рано или поздно, они все пойдут туда, откуда взяты. Из праха и в прах уйдут. Я думаю, что прекрасно понимаем. Есть такая пословица на латынском языке, моментум оры, помни о смерти. Все равно рано или поздно наш земной путь закончится. Но мы как личности, мы как существа духовные, мы не умрем, мы будем жить. Мы верим в то, что Бог даст нам новые прославленные тела. Аминь. Которые там не будет ни слез, ни страданий, там все будет хорошо на небе. Но пока здесь на земле нам приходится для того, чтобы исполнить волю Божью, чтобы выполнить миссию, для чего Бог здесь на земле поместил, для того, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. Аминь. Почему мы живем? Мы живем не для того, чтобы нам было хорошо. Вообще не для себя мы живем. Вот как Илья говорил о том, что Бог поместил нас в саду Едемском, чтобы возделывать его, трудиться. Аминь. Поэтому мы оставлены здесь на земле. Бог не оставил разбойника, который покаялся на кресте. Он не оставил его в качестве работника. Он забрал его сразу. И он ушел туда. Если нас оставил Господь, значит, мы должны еще здесь трудиться. Что значит трудиться? Проповедовать Евангелие. Аминь. Проповедовать Евангелие. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что проповедовать Евангелие это не просто за кафедры воскресенья сказать какую-то проповедь. Это жить жизнью проповеди Евангелия. Аминь. Это проповедовать всей своей жизнью. Евангелие, как Иисус говорил, некоторые люди, они подменяют призыв Божий к тому, чтобы идите и научите все народы, идите проповедуйте всей твари. Они подменяют и говорят, ну я что-то сделаю. И они, знаете, откупляются какими-то добрыми делами. Мы не можем своими маленькими добрыми делами заменить основную нашу работу, к которой мы призваны. Иисус сказал, возложите руки на больных, и они будут здоровы именем Моим, будете изгонять бесов и проповедуйте Евангелие до краев земли. Аминь. Вот это наша основная работа. Аминь. А то, что там мы пожертвования приносим, кому-то помогли, немножко поддержали, это маленькие дела. Но в основе мы должны в самом деле жить жизнью Евангелия. Аминь. Проповедовать Евангелие всей своей жизнью. И, конечно же, без упования и надежды на Господа это невозможно. Без посвящения своей жизни, без близких отношений и познания Господа Иисуса Христа. Знаете, мы будем пытаться что-то делать, но у нас не все получится. Может быть, мы там даже иногда и пытаться не будем. Потому что, а если ты встретился с Ним, если ты познал Его, если Он для тебя в самом деле драгоценность, если Господь для тебя желанный всегда, то, знаете, Господу не надо будет тебя напоминать, это делай, хорошее дело, делай, иди проповедуй. И мы не надо будет напоминать, потому что это все будет выходить из нашего сердца. Господь в нас. Аминь. Он будет производить в нас и хотение, и желание, и стремление. Он будет производить в нас. Вот почему мы говорим о том, что, друзья, мы не должны стоять, быть статичными христианами. Христианство динамично, развивающееся, движение. Аминь. Иисус не сидел на месте. Он не сидел просто так. Он единственный раз, когда Он сидел возле колодца, и пришла одна женщина, это был единственный раз, когда Он все время шел, шел, Он двигался, Он шел по Галилее, Он шел по Самарии, Он шел по всем окрестным городам, селениям, и Он везде находил какую-то нужду, какую-то проблему, и был ответом на эту проблему. Понимаете, Евангелие – это ответ на чью-то проблему. Аминь. Это ответ. Он был в движении, и мы должны подражать нашему Господу, быть в движении, аминь, находить проблему вокруг нас, проблему вот так вот. Скажешь, моя проблема самая большая. Что-то ко мне никто не идет. Братья и сестры, когда мы так говорим, мы становимся проблемой для Бога и для самих себя. Мы не проблема, и наша проблема не проблема. Вот у других, найди человека, у которого проблема больше. И ты поймешь, что твоя проблема – это не проблема. Твоя проблема – это не проблема. Есть проблемы больше. А что я могу сделать? Я же не могу его... Пойди помолись за него. А вдруг он не исцелится? За результат отвечает он. Аминь. Послушание Богу. Иди и помолись за кого-то. Он болеет. Ну, так я же тоже болею. Положи на себя руки, помолись, скажи, Господь, Аллилуйя, приоруй, принимай свое исцеление. Пойди к кому-то, помолись за него. Поговори с ним. Расскажи ему о Боге. Дай ему надежду. Я недавно прочитал высказывание от известного врача Бехтерева. Кто-то знает, такой Бехтерев был? Известный врач. И он говорит, что если больному после беседы с врачом не стало легче, то этого врача нужно выгнать. Значит, он не на своем месте. Главное, подумайте сами, когда вы приходите к врачу. Вы приходите к врачу. И что самое ценное в докторе для вас, когда он внимательно выслушал, посочувствовал вам и сказал, будешь жить. Вам уже стало легче. Аминь. У тебя появилась надежда. А когда ты приходишь к врачу, который сидит за столом, так, что у вас? А, сейчас у всех такое. Да, вот это? А, ничего. А, да. Он в глаза во мне смотрит. И ты выходишь оттуда. Тебе выписали. Так, вот это в этой аптеке купите. Вот это. А вот это вот только в той аптеке. Поняли, да? Другой не хотите. И ты такой, о, наверное, такой врач. Ты что, столько выписал. Наверное. Может, поможет. Но в самом деле, и ты начинаешь, приходишь в аптеку, тебе называют цены. И твоя надежда на исцеление, она медленно тает. Но когда ты поговорил с врачом, и даже он, может, ты и выписал тебе рецепт. Но он учащливо смотрел тебе в глаза. Он говорил тебе, что вот это, ну, вот это можно, а вот это можно заменить. Тебе сразу легче становится. Так поверьте, вот Иисус, Он, когда ходил среди людей, когда служил людям, Он служил участливо. Он вникал в их нужды. Он сострадал. Он соболезновал. Несли единственного сына у матери вдова идет, хоронит последнюю надежду. Сын умер. Процессия уже идет. Иисус остановил процессию. Аминь. братья и сестры, мы говорили в прошлый раз о том, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. И когда мы читаем Евангелие, мы не просто улетаем на две тысячи лет назад и говорим, ну, это же были истории, это были исцеления, это было тогда, а сейчас другое время, сейчас время науки, сейчас время медицины, сейчас многие болезни, а можно исцелить. и знаете, что-то врачи делают, но прежде чем мы должны доверять Богу, аминь, всю нашу жизнь, и устройство наших душ, и устройство наших тел, устройство, чтобы всякое повреждение, чтобы всякий хаос, он прекратился, и наша жизнь, она приходила в Божий порядок, когда мы без Бога, мы все ходили, каждый совратились на путь с Мой, блуждали, как овцы, не имеющие пастыря, когда Иисус пришел, мы поняли, вот Он, Он есть истина, Он есть путь, Он есть наша надежда, и мы пошли за Ним, и мы следуем за Ним, и мы уже не уклоняемся, стараемся следовать за нашим Богом, аминь, мы уже не ходим к бабкам, ни к деткам, не выливаем, заливаем, это посветили, это рассветили, это то засветили, если вы яблоки до сих пор ели, то все, то сегодняшнего дня нельзя было есть яблоки, только сегодня, после того, как посветили, можно кушать яблоки, а до сегодняшнего дня нельзя яблоки кушать, мы каждый день благословляем пищу, аминь, Господь сказал благословлять, мы благословляем, аминь, аллилуйя, а в детстве все ели неосвященные зеленые яблоки, так если мы их ели зеленые, так тем более их спелые можно кушать, аминь, и много глупостей мы в жизни делали, когда были без Бога, но когда пришли к Нему, Он дал нам надежду, Он дал нам надежду, Он открыл нам свет, говорит, Я есть свет миру, мы блуждали в потемках, а Он выводит нас во свет, аллилуйя, я верю, что когда Божий свет проливается в нашу жизнь, когда свет Божьей истины приходит нам, вот тогда мы, знаете, получаем надежду, уверенность, стабильность, и все начинает меняться, в том числе и в телах наших, аминь, я верю в силу Божественного исцеления, я верю, что Бог неизменный, Он вчера, сегодня и во веки тот же, аллилуйя, и Бог дает нам каждому надежду на исцеление, каждому дает надежду на спасение, если Бог спас, то поверьте, что Он такой же всесильный, который может и исцелить, аллилуйя, продолжайте надеяться на Господа, но почему же тогда, и вопросы иногда такие, но почему же тогда не все исцеляются, почему там, что я буду думать, кто исцеляется, кто не исцеляется, знаете, лухавый уводит нас от сути, говорит, посмотри на людей, вот тот не исцелился, тот умер, тот это, лучше уповать на Господа, неже надеяться на человека, лучше смотреть на Бога, а я все равно буду смотреть на Бога, аминь, падут под тебя тысячи, десятки тысяч, одеснуя тебя, а к тебе не приблизиться, возьмешь обетование, возьмешь откровение, будешь держаться за него, и не важно, что будет происходить вокруг, аминь, будешь смотреть туда, будешь получать оттуда, будешь смотреть туда, будешь получать оттуда, сверху, аминь, кто смотрит вниз, снизу и получает, кто смотрит вверх, сверху и получает, кому веришь, оттого и приходит, веришь благословение, приходят благословения, веришь проклятие, придут проклятие, верь Богу, верь благословляющему, аминь, верь благословляющему, Верь тому Богу, который на твоей стороне. Моя жизнь в Его руках. И я буду следовать за моим Богом, несмотря ни на что. Да, могут происходить какие-то проблемы. Да, могут происходить какие-то неурядицы. Но я знаю, что мой Бог, Он наведет порядок, если я буду держаться за Него. Да, там какие-то разногласия, что-то в семье, непорядок, что-то там муж с женой. Но когда приходят к Богу, мир Божий приходит, шалом Божий приходит, аминь, и все приходит в порядок. Богу предоставьте пути ваши Богу, и Он совершит. Когда предоставляешь это Богу, говоришь, Господь, я своими силами, своими знаниями, своими способностями, я не могу. Знаете, мы иногда думаем, что мы все сильные. Ну, вот я иду еще что-то, я могу такое сделать. И вот, вот если я напрягусь, послушайте, просто нужно быть честным. Смиритесь под крепкую руку, и Он вознесет. Смирись перед Богом, скажет Господь, только Ты, упование мое. И когда человек смиряется перед Богом, Бог даст силу, Бог даст помазание, Бог даст мудрость, Бог даст власть, и даст авторитет. Он сказал, именем Моим будете изгонять бесов. Возложите руки на больных, они будут здоровы. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Аллилуйя! Ты говоришь, я, да, ты, мне это принадлежит, да, тебе это принадлежит. Это не каким-то избранным, особенным, это всем принадлежит. И тот, кто уверовал в это, тот, кто взял это, тот смело идет вперед. И Бог смотрит, это мой раб, он смелый, он ревностный, он дерзает. Я благословлю, я буду идти с ним. Знаете, Бог не ходит за нытиками, Бог не ходит за разочарованными христианами, Бог не ходит за людьми с двоящимися мыслями, Бог ходит за утвержденными, убежденными, верующими во имя Его, которые не колеблются, говорят, мой Бог, на Него уповаю. И Бог говорит, вау, вот такой человек я благословлю, вот этот мне нравится, вот это раб мой, который говорит, я своего Господа не променяю ни на что. Аминь. И вот таких людей Бог избирает, ищет, кто откликнется на его призыв, он говорит, я хочу его благословить. Я хочу в жизни этого человека, сделать что-то невероятное. Я хочу, чтобы этот человек на себе испытал силу Божию. Я хочу, чтобы этот человек стал служителем для многих людей. Чтобы этот человек пошел и благословлял народы во имя Иисуса Христа. Вот Бог ищет, по сегодняшний день стоит у двери, стучит, Он ищет во имя Иисуса Христа. Поэтому, друзья, братья и сестры, не переставайте доверять Богу. То, что мы не понимаем, знаете, мы смотрим все равно сквозь тусклое стекло, гадательно, но однажды мы все увидим и все поймем. Халлелуя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Все, кто спасен Господа, славьте! Аминь! Продолжайте верить Господу. Иисус сказал, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Давайте откроем Иоанна. Иоанн Григория Иоанна, 5 главу. Иоанна, 5 глава. Иоанн Григория Иоанна, 5 глава. После всего был праздник иудейский И пришел Иисус в Иерусалим Есть же в Иерусалиме Овечьих ворот купальни Называемая по-еврейски Вефезда При которой было пять крытых ходов Вефезда означает Дом Милосердия Хотя есть одна другая трактовка О том, что название было немножко другим И Вефзафа как масличный дом Но мы не будем сейчас детально разбирать Пять ходов, пять книг и все остальное Мы будем в суть Иисус приходит на праздник Иисус приходит в Иерусалим И он входит в ворота И возле овечьих ворот Находится купальня Находится достаточно большой водоем Вот И возле этого водоема Лежит множество Множество При которых было пять крытых ходов В них лежало Великое множество Больных, слепых Хромых И сохших Ожидающих Движения воды Ибо ангел Господень По временам сходил в купальню Возмущал воду И кто первый входил в нее По возмущению воды Тот выздоравливал Какое бы ни было Одержим болезнью Знаете, во все времена Люди верили в святые источники Люди верили там В разные Святые места Которые до сих пор продолжают верить Вот поедем туда Вот там такой источник Вот там такая водичка Вот там Вот такое джерело Открылось И прямо лик Божьей Матери В нем И вот Все, кто пьют эту воду Потом проходит Я вот Только в той местности Где у меня живут родители О таких источниках Слышал уже несколько раз И потом что-то про них И забывали Проходило время И забывали И вот В Иерусалиме Была такая же история Значит там Периодически Что-то происходило Ангел Возмущал воду И Представьте себе картину Лежит Великое множество Пять ходов Крытых И там лежат люди С самыми разными болезнями Вы понимаете Что Возле больного человека Очень часто Рядом И запах И если они лежат Это лежачие больные Это просто Ужасная картина И вот Когда все это случалось Я что-то ни одного фильма Не видел про это Это было Конечно Жуткое зрелище Когда там Безногие Слепые Хромые И Пораженные Самыми разными болезнями Они все кидались туда В эту купальню И Из всех Только кто-то один Кто-то один Кто первый Попадал в эту воду И Он получал исцеление Тут был человек Находившийся В болезни 38 лет Иисус увидел его Лежащего И узнал Что он лежит Уже долгое время Говорит ему Хочешь ли быть здоров 38 лет 38 лет Лежит человек Иисус Задает ему вопрос Первое Хочешь быть здоров Ну а кто же не хочет Я открою вам Одну Истину Не все люди Хотят быть здоров Иногда люди Уже так привыкают Со своей болезнью Они уже так Свыклись Что у них Уже Желание Внутри Уже Это болезнь Как бы Как часть их жизни 38 лет Хочешь быть здоров Больной Отвечал ему Так Господи Но не имею Человека Который Опустил бы Меня В купальню Когда Возмутится Вода Когда же Я прихожу Другой Уже Сходит Прежде Меня Иисус Говорит ему Встань Возьми постель Твою И ходи И он Тотчас Выздоровел Взял постель Свою И пошел Было же это В день субботний Посему Иудеи говорили Исцеленного Сегодня суббота Не должно Тебе брать постели Он отвечал ему Кто меня исцелил Тот мне и сказал Возьми постель И ходи Его спросили Кто этот человек Который сказал тебе Возьми постель И ходи Исцеленный Еще более Искали Убить его Иудеи За то что Он не только Нарушил Субботу Но и отцом Своим Назвал Бога Делая себя Равным Богу На это Иисус сказал Истинно Истинно Говорю вам Сын ничего Не может творить Сам от себя Если не Увидит Отца Творящего Ибо что Творит он То и Сын Творит Так же Ибо отец Любит сына И показывает ему Все Что творит Сам И покажет ему Дела Больше сих Так что вы Удивитесь Ибо как отец Воскрешает Мертвых И оживляет Так и сын Оживляет Кого хочет Ибо отец И не судит Никого Но весь Суд Отдал Сыну Дабы все Чтили сына Как чтут Отца Кто не чтит Сына Тот не чтит И отца Пославшего Его Истинно Говорю вам Слушающий Слово Мое И верующий Пославшего Меня Имеет жизнь Вечную И на суд Не приходит Но перешел От смерти В жизнь Ну и дальше Мы остановимся На этой истории Которая Произошла В купальне Иисус Спрашивает Лежит Человек 38 лет Брошенный Всеми Оставленный Всеми Даже если Все тебя Бросили Тебя Иисус Не бросил Даже если Все тебя Оставили Иисус Тебя Не оставил Иисус Приходит И Этот человек Слыша Иисус Спрашивает Хочешь Иисус Иисус Может быть Там ходили Люди Которые За деньги Бросали Туда Чтобы кто-то Исцелился Он сначала Не понял Кто это Хочешь Иисус Иисус Потому что Его ответ Говорил Нету человека, который бы меня опустил. Хочешь ли быть здоровым? Да, хочу. Но нет того, кто бы меня туда бросил. Знаете, Иисус, Он всегда хочет увидеть в нас веру. Аминь. Увидеть веру. Что ты хочешь? Веришь ли ты в то, что Он может это сделать? Хочешь ли быть здоровым? Не имею пока человека. Иисус говорит ему, встань. Следующее действие. Что ты должен сделать? Что ты должен сделать? Сделай какое-то действие. Он говорит, встань. И логически сказать, Как? Я лежу 38 лет, а ты говоришь мне, встань. Иногда наше исцеление приходит тогда, когда мы слышим Слово Божье. И оно побуждает нас что-то сделать. То, что мы никогда не могли сделать. Что-то сделать. Какой-то акт веры. Встань. Не думай, что будет, как будет, что произойдет. Вставай. Когда ты слышишь Слово Божье. О том, что исцеление тебе принадлежит. Прими его. И исцеление приходит тогда, когда мы принимаем Слово Божье. Потому что в нем есть жизнь. Аминь. В нем жизнь. И поражение заканчивается там, куда входит жизнь Слова Божьего. Аминь. Поражение заканчивается. Говорит, встань. Поражение этого человека было связано с его опорно-двигательным аппаратом. Он не мог ходить. Он был парализован. Он был расслаблен. У него какие-то проблемы были с позвоночником. И какие-то проблемы были с суставами. Не знаю точно. Что-то у него там были проблемы. И он уже забыл. Он уже не мог. Он уже забыл, что такое двигаться. И тут вдруг Иисус. Он говорит ему, вставай. Как вставай? Вставай. Вставай. Поднимайся. Поднимись из своего неверия. Поднимись из своей веры в людей. В этот источник. Поднимись в вере в Бога. Господь к тебе пришел. Господь приходит в Своем Слове. Встань над этим. Поднимись. И скажи, я буду верить Божьему Слову. Поднимись над этим. Не надо продолжать жить в неверии. Лежать в неверии. В сомнениях лежать. И вот, и однажды. Где-то. Когда-то. Может быть. Кто-то. Иисус вчера. Сегодня. И вовеки. Тот же. Аминь. И я верю в то, что Бог творит чудеса. Каждый день. Аллилуйя. Хочешь ли ты принять свое чудо от Бога? Хочешь ли ты взять свое чудо от Бога? Там лежало великое множество людей. Послушайте. Великое множество людей. Пять крытых ходов. Куча народу. Везде люди лежали. Иисус подошел к одному. Иисус подошел к одному. Иисус подошел к тебе. Скажи, ко мне Иисус подошел. К тебе подошел. А как же остальные? Для остальных это свидетельство. Аминь. Для остальных это свидетельство. Что не ангел исцелил этого человека. Не вода там исцелила этого человека. А Иисус, который пришел, исцелил этого человека. Свидетельство. И он ходил там, в храм пошел. Его все обвиняют. Говорят, что ты ходишь? Что ты в субботу вот эту постель тягаешь? А тот, который исцелил меня, он мне сказал, носи и все. Бери постель и ходи. Человек, может, рисковал, что его побили бы камнями. В субботу тюфяка своего носить. Говорит, у меня кто-то исцелил. Я хожу, я лежал 38 лет. Но он исцелил. А кто это? Я не знаю. Я не видел его где. А потом, о, встретился в храме. Это Иисус. Это Иисус. Сначала ты не знаешь, кто тебя исцелил. А потом говоришь, что ты Иисус исцелил. Главное вовремя потом сказать, это Иисус исцелил. Галилюя. Иисус меня исцелил. Я думаю, что у каждого есть свидетельство. Есть свидетельство, как Бог исцелил твою душу. Как Бог исцелил, как в твоем теле что-то малое. Говоришь, это было давно. Это было так давно. А сейчас вот свежих ничего нет. Когда я вспоминаю все милости твои, как спас меня от смерти и простил мои грехи, когда я вспоминаю всю Божью благодать, ну как могу я на месте устоять? Начни вспоминать. Свидетельство не может быть старым. Свидетельство не устаревает, потому что Бог не устаревает. Потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Они не могут устареть. Говоришь, ну какое мы... Свидетельство не могут быть маленькими. Свидетельство даже самого маленького чуда. Если будете иметь веру с горчичным и зерно, оно совершит великую работу. Аминь. Скажите, это такое было, там я не знаю, как-то это. Вот та сестра рассказывала, вот у нее свидетельство. Вот ого, а я что, меня там... И мы же так думаем. Не умоляй Бога. Не умоляй Бога. Верь. Маленькое свидетельство. Сильное свидетельство. Аминь. Ой, так там ничего. Может, мне от корвалолу легче стало. Мне от корвалолу тебе легче стало. Господь помолился. Говорит, Боже, укрепи меня. Господь, укрепи меня. И поверь, сколько мы получали исцеление, мы просто не замечали. Мы просто не замечали, пропустили. И потом, а может, само собой как-то рассосалось. Да нет, само собой рассосалось. Бог в нашей жизни сам явил славу. Аминь. Сам явил славу. Я это испытал на своей жизни. Я испытал. Это когда там с моим позвоночником проблема. Когда несколько лет назад у меня вот с коленом были проблемы. Там этот, деформирующий какой-то артроз. Там рентген пошел сделать. Ой, все. Я не мог. Я вот присел, я встать не мог. Ох, дикая боль. Я вот это вот при помощи рук как-то подымался. Дикая боль в левом колене. Попал на служение. Проповедует. Гент Мадокс. И он говорит, давайте сейчас будем бежать во имя Иисуса. Бежать. Куда бежать? Ну просто там. Кто на месте, кто куда. Он там на одного брата сверху сел. Он его там возил. Говорю, меня кто повозил бы. Вот так вот. И я такой. И знаете, ты веры принимаешь, начинаешь. Начинаешь бежать, бежать. Там служение закончилось. Потом после этого. И я такой. А мне на следующий день нужно было. Это было семь дней славы. Мне нужно было проповедовать. И я такой. Чувствую, что мне уже стало легче. Ни припарки, ни эти, никакие. Чувствую, что что-то происходит. Мазишь, мазишь. Ничего не было. Я на следующий день, я выхожу такой. Боль еще есть? Знаете, что такое вера? И, конечно, это мой личный опыт. И я выхожу. И чувствую, внутри меня есть побуждение, свидетельство. Я еще боюсь внутри. Но побуждение о том, что... Выйти в Першатравенский период. Полный зал у людей. Дьявол говорит, сейчас сядешь и не встанешь. Вот сейчас вот так присядешь. Как всегда. И потом будешь. А внутри, знаете, такой тонкий-тонкий голос. Свидетельство. И страх. Свидетельство. А тут мысли. А вдруг не до конца Господь исцелил. Ведь я так себя проверяю. Что-то проповедую. Чуть-чуть проверяю. Чувствую, болит. Думаю, может, как-то съехать Господь. Я же там о славе проповедую. А вот этот тонкий голос, он продолжает говорить. Свидетельство. Я не гигант веры. Я простой человек. Со своими сомнениями. Со своими переживаниями. Со своими ошибками. Думаю, Господь, если это ты, ты отвечай. И я такой. Аллилуйя, братья и сестры. Вот вчера. Помните, это служение вечером было. И когда. В общем, Кент Мадокс. А я приехал. У меня такая проблема. И такая вот. И тут у меня все. И я верю, что Бог меня исцелил. И я так. Присел. И встаю. Без помощи рук человеческих. И это было сколько? Три-четыре года назад. Где-то не меньше. Три года назад. Где-то да. И по сегодняшний день. Все нормально. Поймите. Не всегда это вот так происходит. Оу. Мы же все мистики. Мы же хотим, чтобы вам вот так вот. Раз. Тих. И все. Сработало. Раз. И все. Он сказал. Встань. А мне нужно съесть. Постель я не брал. Но я хожу. Хожу своими ногами. Благодарю Бога. Я верю в то, что Бог. Он. Пока мы миссию не исполним. Он будет защищать нас. Он будет помогать нам. Он будет оберегать нас. Поставь свой путь. Свои желания. На. Служение Богу. Начни что-то делать для Бога. Аминь. Зачем тебе исцеление? Ради исцеления я. Скажи. Бог. Мне и надо исцеление. Чтобы служить тебе. Чтобы свидетельствовать о тебе. Чтобы в храм потом пойти. И показать всем. И рассказать всем. Кто меня исцелил. Иисус меня исцелил. Аминь. Как этот расслабленный. 38 лет лежащий. Он стал свидетелем. Аминь. Как этот бесноватый. Одержимый. Который там в гробах. Рвал цепи. И Иисус его освободил. Иисус ему сказал. Иди. И свидетельствуй. Иди. И говори. Братья и сестры. Мы все были поражены. Грехом. Мы все были поражены. Страшной болезнью. Под названием. Грех. Это самая страшная болезнь. Страшнее рака. Страшнее всяких-всяких болезней. Это грех. Понимаете? Самая страшная болезнь у человечества. Это грех. Которым болеют все. И эта болезнь. Она разрушает. И мало того, что она разрушает физическое тело. Это болезнь человека. Лишает веры. Лишает будущего. Лишает вечной жизни. Грех. Это то, что разделяет человека с Богом. Самая страшная болезнь, которая поражает человечество. И Иисус пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Иисус взял на себя все наши немощи, все наши болезни, все наши грехи. Он взял на себя. И ранами его мы исцелились. Не думая, что это твой насморк исцелился. Не думая, что эта печенка исцелилась. Это Иисус, который исцелил тебя от самой страшной болезни под названием грех. Он исцелил тебя. Все остальное. Знаете, когда корни вырываются, и все остальное уйдет. Множество болезней. Практически почти все болезни. Они имеют духовные корни. Они имеют корни там, грехи. И истреби все это. Свою жизнь отдай Богу. Свою жизнь посвяти Богу. Если ты ее Богу не отдашь, тебе она зачем? Что ты с ней будешь делать? Что ты сможешь сделать сам со своей жизнью без Бога? Что ты будешь с ней делать? Что ты сможешь сделать? Ничего хорошего. Не смотри туда. Живут люди. Живут и мучаются, страдают. А надеющиеся на Господа, они поднимают крылья, как орлы. Надеющиеся на Бога, они даже в отчаянных обстоятельствах, говорят, Искупитель мой жив. Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Аминь. Это их кредо. Это их надежда. Это их девиз, который они утверждают. Они этим живут. Аллилуйя. Моя жизнь. Без Бога пар, который явился и исчез. Пар, который появляется без Бога. Но с Богом это драгоценная жемчужина, которая даже если упадет в грязь, Бог поднимет. Даже если она все равно свою ценность не теряет. Твоя жизнь ценна для Бога, дорогой друг. Бог, Боже, благослови нас. Давайте мы будем сейчас молиться. Давайте обратимся к Богу. Если кому-то нужно покаяние, если кому-то нужно повернуться к Богу и свою жизнь посвятить Ему, ты можешь это сделать сейчас. Давайте мы поднимемся на свои ноги. И затем мы помолимся об исцелении. Аллилуйя. Господи, благослови. Благослови, Боже, нас. Посмотреть на Тебя. Направить свой взор в Твою сторону. Наша жизнь без Тебя лишена всякого смысла. Господи, прикоснись к каждому человеку, кто еще не знает Тебя, чья жизнь летит под откос. Ты, Бог, можешь выровнять все, исправить и дать надежду. Господи, благослови таких людей. Отец, во имя Иисуса я прошу, чтобы Ты коснулся их сердец, Духом Святым. О, драгоценный Дух Святой. Послужи сегодня Твоему народу. Послужи нам сегодня, Господь. Халлилуйя. Хвала Тебе. С Война. КОНЕЦ Продолжение следует...